Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. В целом я рассказал обо всем, что есть в лейке. Как ее установить, как подключать платежные системы и как менять внешний вид. Осталось сказать буквально пару слов о настройках, заведении компании и шорткодах. И можно переходить к последней теме – установке лейки на тильду и схожие платформы. Ох, не советую я благотворительным организациям заводить сайты на подобных платформах. Ну да ладно. И так как я уже говорил, все что вам нужно после установки и настройки лейки содержится в закладке компании. Иногда можно заглядывать в пожертвования на предмет отслеживания ошибок в переводах и может еще в доноров, чтобы выстраивать персонифицированную коммуникацию. Но по опыту, конечно, мало кто это делает. Если вы делаете, то честь вам и хвала. В компании есть еще несколько настройок, о которых я не успел рассказать. А именно здесь можно изменить тип компании со срочной на постоянной. Ну то есть убрать поле «целевая сумма». Слово «срочная» может ввести в заблуждение. Но имеется в виду именно это. У постоянной компании есть ряд дополнительных опций. Например, можно добавить свое изображение в шапку или залить ее выбранным цветом. А также можно добавить свой логотип. В принципе, можно сформулировать так, что постоянная компания не встраивается в дизайн сайта, а позволяет создать свою уникальную страницу. Это особенно актуально, когда вы перенаправляете на нее посетителя с какого-то внешнего сайта. Например, в случае, если сайт лежит на тильде или викс. И об этом я и расскажу в последнем видеокурсе. Не буду подробно рассказывать о настройках постоянной компании, тут все интуитивно понятно. А если говорить о глобальных настройках, то здесь же можно добавить виджет возможность подписаться на рекуррентные платежи. То есть, на ежемесячное списание определенной суммы. Это выглядит вот так. Нет, не выглядит. Сейчас опять не выглядит. Что-то они не включаются. А, ну да. В настройках платежной системы должна быть подключена эта функция. У меня, наверное, она сейчас выключена. Ну да. И теперь мы можем подключить рекуррентные платежи. На сайте это будет выглядеть вот так. Разово, ежемесячно. И также можно выбрать какой вид пожертвования является предпочтительным. Да. Вот так это выглядит на сайте. Если жертвователь подпишется на рекуррентные платежи, то ему придет письмо вот такого содержания. Тут информация о том, как он может отказаться от ежемесячного пожертвования. Хороший тон делать это в один клик. И информация о том, что у него теперь есть свой личный кабинет. Личный кабинет — это тоже круто. У меня сейчас тут все в тестовом режиме, но в принципе тут будет информация о списании со счета и также ссылка на возможность отписаться. Личный кабинет, конечно, добавляет уважение к организации. При этом функция эта, по-моему, по умолчанию отключена. Включить ее можно здесь. Ну или проверить, включена ли она. В настройках для разработчиков — настройки доноров и аккаунтов. Вот тут должна стоять галочкой. А сами оповещения, как я уже говорил, находятся здесь. Это после единоразового пожертвования, а вот письмо рекуррентной подписки. Я говорил, что если не понимаете, какая переменная про что, лучше ничего не трогать. Но если вы добрались уже до этого урока, значит стремитесь к максимальному контролю за ситуацией, поэтому в описании оставлю ссылку на мануал с описанием переменных. И еще я обещал рассказать отдельно про настройки email и отправителя. Это в той же закладке, в оповещениях. Но сделав ресерч, понял, что говорить тут особо не о чем. В принципе все должно работать и письма должны уходить с того адреса и от того отправителя, который указан. Но у некоторых хостинг-провайдеров настроено ограничение на отправку писем и в таком случае они будут приходить с неопознанных адресов. Но тут ничего не посоветуешь. Обращайтесь к хостинг-провайдеру и пытайтесь решить проблемы с ним. Далее о шорткодах. Точнее о том, как встраивать виджет на странице сайта. У Леки есть своя посадочная страница с отдельным URL. На нее можно заводить трафик, например, с кнопки на сайте, но иногда бывает нужно вставить сам виджет целиком в какую-нибудь статью. В таком случае нужно прибегать к шорткодам, это аналог диев или айфрейма, когда вы встраиваете какой-то внешний кусок кода на ваш сайт. Но WordPress для этого есть свой упрощенный алгоритм, в котором каким-то плагином или виджетом присваивается имя, заключенное в квадратные скобки. И этого имени достаточно, чтобы WordPress вставил этот виджет в любое место на сайте. То есть в случае с Лейкой речь идет вот об этом имени. Имя всегда одно. Меняется только ID компании, если у вас их несколько. Также в шорткоды можно добавлять дополнительные параметры. Не буду рассказывать подробно, их много. Ссылку с инструкцией об оформлении шорткодов оставлю в описании. То есть мы просто копируем это имя и вставляем в то место статьи, где хотим, чтобы появился виджет Лейки. А вот. Таким образом вы можете самостоятельно решать, где будет появляться виджет, можете создавать какие-то уникальные посадочные страницы, подобно тому, как это сделано на сайте фонда живи сейчас. Ну то есть дальше все зависит от вашей фантазии и знания HTML. То есть от уровня компетенции. И теперь еще одно важное действие. Заведение новой компании. Даже если у вас какая-то однотипная деятельность и нужно всегда собирать на что-то одно, временами может появляться потребность запустить дополнительный сбор. И делается это вот здесь. Новая компания. Заголовок, который будет отображаться в поле назначения платежа. И дальше вы уже все знаете. Обо всех настройках я рассказывал. Назначение платежа можно указать свое, но лучше брать из заголовка. Это заставляет лучше и точнее продумывать заголовки. Далее нужно добавить фотографию и опубликовать страницу. Так это выглядит на сайте, а в разделе компании появляется новая компания со своим уникальным шорткодом. И дальше, как и в предыдущем примере, вы можете добавлять этот шорткод на любую страницу сайта. По большому счету это все с настройками на стандартном хостинге. Есть еще отдельная тема с подключением гугл аналитики для особо вдумчивых и об установке лейки на тильду и подобной платформы, но об этом завтра.